Бродя как-то по стиму и просматривая его бесчисленную библиотеку игр, я заметил одну RPG. Помню, как в детстве на PlayStation мы с друзьями играли какое-то время в Diablo, она еще называлась «братки», и больше у меня опыта с подобными играми не было. Конечно, был еще Diablo 2, но тут незадача в том, что у меня свое время не сложилось с ПК-геймингом, да и всегда немного отпугивала продолжительность и эпичность такого мероприятия, как прохождение Diablo 2. Увидел я тут один инди-проект, подумал, забавная мультяшная вариация на тему старых добрых RPG, проект называется Quest Hunter. Решил попробовать, подкупили ее красочные скриншоты, да и оказывается, игра в свое время заработала кучу наград, и в этом видео я готов поделиться своими впечатлениями о ней и рассказать, получил ли я от Quest Hunter то, что хотел. Поддержите меня лайком и начнем. Визуальный стиль игры выбран неспроста. Поначалу я думал, что разработчики нацелились на сегмент мобильных игр, для этого есть все предпосылки, но уже после получаса прохождения стало понятно, что Quest Hunter весьма дружелюбно к игроку младшего возраста. Об этом даже говорит завязка всей истории. Отправился наш герой на дирижабле в опасное путешествие, и вот случилась беда, незапланированная посадка оказалась весьма жесткой. Наш герой очнулся на неизвестной для него земле, а там у них свои проблемы, солнце было украдено. Во мраке сразу охотно повылазили разного рода нежелательные товарищи, монстры, бандиты и даже цветочки, некогда безобидные и то превратились в зубастых существ по типу врагов из Марио. Герою нашему ничего не остается, как вернуть солнце и наказать подлецов, учинившихся такие беспорядки. Поэтому мы будем выполнять разного рода задания. Очень много заданий. Название игры Quest Hunter на это явно намекает. Нам будут встречаться огромное количество чудаков, и у каждого свои проблемы. У одного брат в подземелье потерялся, другой торговец боится пройти по дороге, поскольку там поджидает его монстры, еще и принцессу какую-то странную спасать придется. В общем, не буду перечислять десятки и даже сотни квестов. Все они довольно просты. Хотя в диалогах порой пишут, типа народец любит головоломки, попробуй открыть ворота. На поверку оказывается, что на решение этой проблемы достаточно лишь пары минут. В боях только не всегда все просто. Одни враги довольно примитивные, убиваются парой ударов, другие же более крепкие. С ними нужно осторожней, иначе они сами с двух-трех ударов вынесут нашего героя. В общем, типичная ситуация для любой РПГ. Одно плохо. Игра очень и очень долго разгоняется. Хотя сама по себе она не сильно длинная. Люди умудряются пройти ее всего за пару-тройку вечеров. Приятно, не спеша покачать своего героя и зарабатывать новые перки, которые пригодятся нам для прохождения будущих квестов. Кто-то жалуется на плохой баланс, но я этого не заметил. В целом, игра не слишком сложна и достаточно дружелюбна к игроку, даже новичку. У героя постепенно появляется новое оружие, способности и предметы. Становится понятно уже через час игры, чем и как лучше пользоваться для наибольшей эффективности. Прокачка осуществляется по таким параметрам, как здоровье, сила атаки, а также защита, в частности тот дамаг, который может отразить щит. От ваших предпочтений того, как вы привыкли играть, зависит, как вы будете качать своего персонажа. Сделать из него непробиваемого или, напротив, уязвимого, но мощного дамагера тут как пожелаете. Есть еще дерево умений. По мере прокачки нашему персонажу открываются новые навыки. Их использование здорово улучшает игровой процесс. Разнообразие велико. Можно замораживать врагов, взбивать их с мерчем. Всего 9 вариаций доступных навыков, включая увеличенную скорость персонажа. Так что не все эти навыки относятся непосредственно к оружию. И не забывайте, что скиллы открываются не просто от достигнутого персонажем уровня, но от собранных самоцветов. Это главная валюта здесь, позволяющая улучшать спецспособности. Именно поэтому имеет смысл штурмовать подземелье. Там мы найдем неплохое количество ресурсов, если конечно не прибьют раньше времени. Но в случае, если это все же произошло, присмотритесь, какие дела у вас с текущим оружием и обмундированием. Его тут хоть и не очень много, но надо его вовремя обновлять, поскольку это дает свои преимущества. У каждого предмета они свои. Хочу еще упомянуть, что есть кооперативная игра, как по сети, так и локальная, до 4 игроков. Скорее всего с друзьями будет еще интереснее. Но я не пробовал, поскольку играя в Quest Hunter, сам по вечерам под настроение. Но вдруг вам будет интересно попробовать, вы знаете, что здесь имеется не только сингл. Резюмируя, можно смело сказать, что Quest Hunter это простая РПГ без особых изысков. Если вы хардкорный фанат этого жанра, то вам она покажется довольно скучной и простецкой. Но с другой стороны, если не хочется загружать мозг сложными играми с их долгими квестами, то казуальная Quest Hunter может стать неплохим вариантом на пару-тройку вечеров. Она доесть и не успеет. Ее сюжетные квесты с легким налетом юмора и самоиронии вызывает умиление и даже какой-то уют. И визуально она исполнена на очень хорошем уровне, хотя мне лично не хватило определенного разнообразия в дизайне. Пока мы ищем украденное солнце, все плюс-минус выглядит слегка камерно и не так красочно, как могло бы быть. Но это лично мое мнение. Я хочу на канале время от времени освещать различные инди-проекты, поскольку они выходят в большом количестве и среди такого обилия неизвестных игр не знаю, что и выбрать. Я думаю, что стоит освещать не только известные, но также игрушки поскромнее, они тоже найдут своего потребителя. А вы поделитесь в комментариях, как вам игра, нравится ли вам вообще подобные проекты и что интересного вы сами откопали в Steam за последнее время. Не забывайте, что по вашим наводкам я буду смотреть интересные игры и делиться своими впечатлениями о них с вами. Этот ролик даже без рекламы, наверное, этот обзор почти в лайфстиле, просто потому что я хотел рассказать вам о своей находке. Буду рад, если поддержите меня своей активностью, канал от этого быстро развивается и меня это очень порадует. А мы увидимся уже совсем скоро, ведь вот-вот выходит новая игра в серии Crash Bandicoot и я буду один из первых, кто расскажет вам о ней все самое интересное. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, будьте клевыми, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok